Хорошая вещь такая. Наконец, миротворцы блаженны, ибо они назовутся с нами Божьими. Ну вот здесь уже пора, наверное, сказать о том, что если человек ищет смирение, как ризу Божества, и уже поплакал о грехах своих, и умилился от красоты Божьей службы или чего-нибудь такого, если он уже старается никого не гневать или на кого не гневаться, если кротость – это драгоценное для него стяжание, и если он стремится быть праведным человеком, прям алчат и жаждет праведности, плюс еще и милостивый, плюс еще сердечком сам занимается, вот там уже, глядишь, наличие такого человека среди нас будет вокруг себя распространять мир. Он будет миротворцем. Это как раз то самое, о чем преподобный Серафим Саровский сказал, значит, что «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Не потому что ты будешь им проповедовать. Совсем не обязательно. Просто ты будешь иметь в себе то, что будет тайными каналами распространяться вокруг тебя. Не только на людей, кстати. Вы можете заметить и проверить, что, например, клумбы цветочные особенно красиво цветут в монастырях. И белки там почему-то бегают какие-то особо напушистые. И если какой-нибудь тетерев затакует там, или кукушка закукует, значит, или какое-то облако зацепится, значит, за сосну там, проплывая низко, то это будет все особенно красиво именно там, где молятся. То есть сама природа, как бы, она по-другому играет там, где люди молятся. То есть человек, он поставлен в такое положение, что говоришь ты там или не говоришь, значит, ты все равно влияешь на всех. На всех. И все влияют на тебя. Уж так получилось, такими мы созданы. Ты не можешь не влиять на мир. Если ты грешный человек, скверный человек, то ты не можешь жить так, чтобы никого не осквернить своей скверной. И никого не заразить своими грехами. Ты не можешь так жить. Вот. Ты на природу, на пикник выйдешь, и там оставишь следы своих преступлений. Ты по телефону будешь говорить, и заразишь эфир своим голосом. Там ты что-то там сделаешь, там то или иное, и там все будут сразу знать, что в тебе и чем ты живешь. То есть человек не может не давать то, что в нем. А если он идет по этой евангельской лестнице, он превращается в того, кто мир приносит. Приносит мир. А что ему за это? А его за это выгоняют. И следующее блаженство говорит, блаженный изгнанный за правду, ибо тех и царство небесное. Как только появляется какой-то миротворец среди нас, вдруг, ни с того ни с сего, он сразу начинает слепить тех, которые привыкли к тьме. Говорит, ой, слушай, потушите свет. Ну что такое? Кто свет включил? Ну было темно, тут раз он зашел, стало светло, говорит, ой, перестаньте. Меня режет, режет взгляд. Говорит, уйди отсюда. Я же не звал никто. Так что человек, стремящийся к деятельной добродетели, должен быть готов к тому, что его почему-то будут сильно не любить. Хотя он никому плохого даже думать не будет. Он должен быть к этому готов. Это все равно будет удивительно для человека, это будет для него откровение такое. А за что на меня напали? Ну надо быть готовым к этому, потому что за правду человека надо выгнать, согласно Евангелию. И так оно и происходит. Как ни странно. Это вписано в промысл Божий. Продолжение следует... Продолжение следует...